Первая часть фильма «Властелин колец» вышла в 2001 году и имеет подзаголовок «Братство кольца». Сделана она по одноименной книге писателя Джональда Роналда Макдональда. Забыл дальше. Джона Рональда Руэлла. Джона Рональда Руэлла Толкина. Его первая книга «Братство кольца» вышла в 1954 году, а уже следующая «Две крепости» вышла через полгода. И последняя «Возвращение короля» вышла еще через полгода. Наследник Толкина Кристофер Толкин, когда узнал, что снимается по книгам «Властелин колец» фильмы, пытался через суд сделать запрет на создание этих фильмов. И также настаивал на выплате его семье более 160 миллионов долларов. Судя по тому, что фильмы все-таки вышли, он получил огромные почти 200 миллионов долларов за экранизацию книг его прадеда или кем он там был у него. После выхода фильмов «Властелин колец» Кристофер Толкин III и младший сын Толкина сказали, что они недовольны итоговыми фильмами и считают, что сделали из книг Толкина какие-то боевички для детей 15-25 лет. Фильм «Пластелиновый конец» один из самых успешных фильмов и является одним из лучших и удачным выбором актеров, которые отлично смотрятся вместе, на экране. Нет актера, который бы выбивался из компании и выглядел так, словно ему тут не место. Можно сказать, что «Властелин колец» сделан членами Куклус-клана, и поэтому в фильме нет чернокожих актеров среди людей и положительных персонажей. Средиземье, видимо, не место для черного цвета. Черный здесь ассоциируется со злом. Черный колдун Саурон, черные всадники, эльфы абсолютно белые. Если и были где-то в фильме «Чернокожие», то они играли злых орков. Главного орка по имени Лурц в первой части играл темнокожий Лоуренс Маккар, он же играл орка Готмуга в третьей части «Властелина колец», а Саурона играл темнокожий Сала Бейкер. Ты не пройдешь! Первый фильм «Властелин конца» принес 4 Оскара. За макияж, операторскую работу, музыку и визуальные эффекты. И при бюджете в более чем 100 миллионов он заработал более 800 миллионов долларов. И номинировался на Оскар еще в различных категориях, включая как лучший фильм. Но лучшим фильмом тогда стала драма «Игры разума», про который есть ролик на канале. На самом деле, я не очень люблю людей, и они не очень любят меня. Фильм «Властелин колец» это первый полнометражный фильм по данной книге. Но до этого были еще и мультики и спектакли по «Властелину колец», включая даже СССР, где вышло два спектакля. В 1978 году вышел анимационный мультфильм «Властелин колец», где одним из аниматоров был еще неизвестный молодой Тим Бертон, ставший позже режиссером. Ты не пройдешь! Мультик номинировался как лучшая фэнтези на премию «Сатурн» и рассказывает лишь о двух частях «Властелина колец» и не завершается возвращением короля, из-за того, что бюджета не хватило на все три части. В фильме использовали технику ротоскопирования, это когда движение реальных актеров переносят в мультик. Он Бэггинс, моя прелесть, Бэггинс украл ее! В мультике говорится, что Назгулы это бывшие владельцы колец. Я это то ли запамятовал, то ли это никогда не говорили в фильме Питера Джексона. Темный повелитель сумел захватить девять колец, созданных для людей, и превратить их владельцев в духов кольца. Назгулов! Также еще в фильме показали походку у Назгула, она какая-то странная очень. И Назгулы в мультике говорят. Вернись! Мы заберем тебя в Мордор! Кольцо! Леголас в мультике выглядит как тот, что кладет голову мужчинам на колени, и его имя точно можно рифмовать как Леголас. Мне глубоко насрать, что ты пидорас. А Балрак, похожий на медведя, умеет летать. Но все равно падает с моста. Еще в мультике у Голлама голос обычный, в отличие от фильмов Питера Джексона. Некоторые сцены из мультика полностью скопировал режиссер Питер Джексон для своего фильма «Властелин колец». Приведу примеры. Например, была сцена, как один из хоббитов поправляет фамилию. Была сцена, когда хоббиты прячутся под деревом. Повторяется сцена, когда Арагорн сидит в капюшоне в трактире. Не знаю, как его на самом деле зовут, но здесь его называют. Странник. Также скопирована сцена, когда Фродо падает и исчезает. Повторение сцены, когда Назгулы рубят постели, где уже нет хоббитов. Вода, которая смывает Назгулов в форме коней, как в мультике, так и в фильме. И фраза по поводу «Голом шныряет» была в мультике изначально и повторена была в фильме. В 1980 году вышел мультик «Возвращение короля». Он начинается уже как рассказ о прошедшем событии, так как в начале тут у Фродо нет пальца. И это не потому, что при активном массаже простаты он его поломал, а потому, что откусил его Голом, который тут выглядит как жабенок. Сэм тут не убивает гоблинов, а они являются эмо-суицидниками. А Саурон здесь не имеет головы и лица, но убивают его ударом по голове. Жабенок Голом здесь также слушает группу Хим и является эмо-суицидником-нонконформистом. К сожалению, озвучкой мультика «Властелин колец» у меня не получилось насладиться, из-за того, что там перевод и озвучка Визгунова почти той же громкости, что и оригинальная дорожка. И в итоге они наслаиваются, и перевод очень плохо слышен. Перевод Визгунова становится переводом Бубнильщикова, к сожалению. Озвучка всегда должна быть громче, чем оригинальная аудиодорожка. В 1985 году в СССР вышло сказочное петушевствие мистера Дильду Бэггинса «Хоббита». Рассказчиком тут был Зиновий Герд. Наш хоббит Бильбо Бэггинс. И здесь дракона Смауга называли не Смауг, а Смог. Но страшный и жестокий дракон по имени Смог. Смог. А экшн-сцены здесь лишь упоминаются и не показываются, так как бюджет этого спектакля был пять чебуреков с мясом и бутылка кефира. Ему снились и косматые тролли, которым чудом не попали на ужин, как пасаков в небе несли их, спасая орлы. А Голум здесь называл себя «Моя прелесть». Голум и все. Правда, сам себя он называл «Моя прелесть». С бюджетом в четыре чебурека с картошкой и одну бутылку зубровки советский спектакль «Хранители» вышел в 1991 году, в котором были уместные и необходимые виньетки по краям экрана с размытием, которые, безусловно, никак не портили картинку, а лишь украшали ее. Были и дорогущие подводные съемки, а фамилия Бильбо здесь была не Бэггинс, а Торбинс. Я, Бильбо Торбинс, обращаюсь к вам. Как и в книге «Властелин колец», в нашем телеспектакле говорят не «Смеогол», а «Смеогорл». Смеогорл надел его на палец и тут же исчез. Также в спектакле говорят не «Голум», а «Горлум» с буквой «Р». Это также есть и в книге, там «Горлум» тоже с буквой «Р». Это нигде раньше не объяснялось, но вот в телеспектакле «Хранители» это объяснили тем, что «Голум» урчал, и поэтому он с буквой «Р». Вот так злобно он урчал с тех пор, и все прозвали его «Горлум». Также в «Хранителях» объяснили, героев девять потому, что и черных всадников, то есть Назгулов девять. Всего нас будет девять, как черных всадников. И дальше отличный монтаж, показывают девять свечей, то есть заранее героев похоронили. В фильме Питера Джексона в первой части Назгулов, по-моему, было всего лишь пять или шесть, а размер «Хоббитов» тут самый маленький из всех версий, что я видел. Галадриэль же тут наоборот усиленно питалась и упала в чан с блестками. Кстати, если вам интересно, сколько платит YouTube за миллион просмотров, то ссылка на статью, которую я давно написал, есть в описании к этому видео. И, кстати, я Сергей, и вы на канале. В книге «Властелин колец» вместо Балрога, как мы привыкли, написано «Барлок». Также там именно написано «Горлум». Это объясняли в мультике, потому что он рычал вроде как, и с буквой «Р», хотя в оригинале он просто «Голлум», и у него нет буквы «Р». Вот так злобно он рычал с тех пор, и все прозвали его «Горлум». Также в книге написано «Смягорл», а не «Смигл» или «Смягл». Опять же буква «Р» откуда-то. Теперь вы верите Смягалу? Когда-то его звали Смягалом. Старый Голлум. Большая скользкая тварь. Голлум, и все. В книге «Фамилия Бильбо и Фродо» Сумникс и «Бильбо. Хозяин за сумок», видимо округ в Хоббитоне. А когда перечисляются фамилии и роды Хоббитов, один из Хоббитов напомнил, что есть еще и Большеноги. Это было и в мультике, и в фильме. И Большеруки. Большеноги! В праздник, который устроил Бильбо, оказывается, Фродо вступал в совершеннолетие. Это, по-моему, не было в фильме. А когда Бильбо не хотел отдавать кольцо Гэндальфу, он даже потянулся за мечом, чего не было в фильме тоже. Ты заберешь его себе! Бильбо Бергинс! В книге еще написано, что после исчезновения Бильбо, он стал героем страшных историй. А после того, как Гэндальф отдал кольцо Фродо, он пропал аж на 9 лет. И получается, 9 лет еще потом кольцо лежало где-то в сундуке у Фродо. А в фильме Гэндальф вернулся, по-моему, спустя пару дней всего лишь к Фродо. И сказал ему валить из Хоббитона. В книге еще было написано, что кольцо может изменять размеры и вес. В фильме это тоже упоминалось. А еще из книги я узнал, что слово «нескоро» может писаться слитно. Как и слово «нетрудно». Также я узнал синоним слова «затылок». Это «потылица». Еще я узнал новое слово. Исильдур взял в кольцо, говорит «это моя Вира за отца и брата». И Вира – это, оказывается, денежное возмещение. На 60-й странице в книге «Властелин колец» можно увидеть руны, которые есть и в фильме на кольце, и в копиях кольца, которые можно купить на Алиэкспресс. Ссылка на подобное кольцо есть в описании, если кому надо. Интересное еще отличие в книге – это то, что некоторых персонажей, которые есть в книге, нет в фильме. Например, в книге был хоббит Фредегаст Пузикс, который вместе с Мэри, Пиппином и Сэмом был другом Фродо. Также хоббиты в лесу встретили Тома Бомбадила, который является хозяином старого леса. И на Бомбадила сила кольца никак не действовала, и оно его не манило. Более того, он даже когда одевал кольцо однажды, взяв кольцо у Фродо, он не исчез. Также еще была Златеника – речная дочь. И еще был загадочный серый лох. Лох! Питер! Фродо после некоторого времени знакомство с Арагорном, которого вначале называют Калаброд, говорит, что очень привязался к нему. Также еще было, что Фродо во владениях эльфов встретился с Ториным Дубощитом и Глоеном, из ранее написанной Толкином новеллы Хоббит. Еще Фродо встретился и с Баленом. И с Баленом, Ори и Оэном что-то случилось, о чем не рассказывает Глоен. А случилось с ними то, что они погибли в пещерах Мории. Там Гимли и прочая компашка находили их могилы. Далее я заметил, что дракона Смауга у нас в книге называют Смог. Еще в книге упоминался Родогаст, которого нам показали в фильме только в фильмах Хоббит. Если будет барахлить, пошевели там камень, Гандольф. Киноэкранизация «Властелина колец» началась еще в конце 90-х годов, когда кинокомпания «Миромакс» и ее глава Харви Вайнштейн решили экранизировать «Властелина колец». Планировали два фильма и бюджет в 180 миллионов долларов. Но компания Дисней, также участвовавшая в сделке, тогда отказала компания «Миромакс». И не верила в то, что «Властелин колец» сможет финансово быть успешным и принесет хоть какие-то деньги. Позже уже экранизацией фильмов «Властелин колец» занялся режиссер Питер Джексон, который подготовил свою концепцию, идею, раскадровки и показал студии «Парамаунт» и ее главе Роберту Шею свои наработки. И Роберт Шейт одобрил экранизацию «Властелина колец» три фильма и бюджет в 300 миллионов долларов. Все три части «Властелина колец» снимались одновременно. И поначалу был план сделать две части. Но в итоге материала наснимали так много, что было решено сделать три фильма. И съемки заняли около четырех лет примерно для актеров. И проходили они с августа 99 по июль 2003. Но готовить к съемкам места и изготавливать реквизит начали еще задолго до съемок, поэтому на все три фильма ушло еще дополнительно несколько лет. Например, художники Джон Хоу и Алан Ли работали над тремя фильмами шесть лет. Режиссером фильмов «Властелин колец» стал Питер Джексон, который за свою работу получил более 10 миллионов долларов. Он, как профессиональный режиссер, несмотря на то, что до этого режиссировал всякую фигню, подготовил к «Властелину колец» профессиональные раскадровки, которые мы помогли нарисовать, в которых он показал, что он будет снимать, как, кто где находиться. И подобные раскадровки он сделал почти для каждой сцены фильма «Властелина колец. Братство кольца». До фильмов «Властелин колец» Питер Джексон режиссировал комедийные ужастики. Это «В плохом вкусе» 1987 года, зомби-трэш-помойка под названием «Живая мертвичина» 1992 года, далее он режиссировал фильм «Страшила» 1996 года с Майкла Джей Фоксом и биографическую бабскую драму Новой Зеландии под названием «Небесные создания» 1994 года с Катей Винслетовой. А после трёх фильмов «Властелин колец» Питер Джексон режиссировал фильмы «Хоббит», которые являются приколами к истории «Властелина колец». Также он режиссировал ещё ремейк фильма «Кинг-Конг» в 2005 году. И в 2021 году в августе выйдет его биографический фильм про группу «Битлз». Группа «Битлз», кстати, давным-давно предлагала экранизировать «Властелин колец» режиссёру Стэнли Кобрику. И они вместе с ним обратились к правообладателю Толкину на «Властелин колец», но Толкин им тогда отказал. Во время съёмок фильма «Властелин колец» Питер Джексон сказал, что это самое сложное, что он делал в жизни. И больше он никогда не возьмётся ни за что подобное. Однако спустя годы он срежиссировал ещё три фильма «Хоббит», которые являются приколами к «Властелину колец». Режиссёр Питер Джексон появился во «Властелинах колец». Он был в первой части, играл жителя деревни Брик и кушал морковку. Во второй части он играл роханского солдата, он бросил копьё в рук хаев, которые атаковали крепость на Хельмовой паде. В третьей части Питер Джексон есть только в расширенной версии. Он играл одного из корсаров на корабле, в которого случайно попадает стрела Леголаса. Сценарий фильма «Властелин колец» очень часто переписывалось. И порою актёры выучили свои реплики, но утром приносили ему уже совершенно новый текст для их сцен. И им приходилось учить всё по-новой. Сценаристами фильма «Властелин колец» были официально Филиппе Буэнс, которая также ещё после «Властелина колец» работала над сценариями фильмов Питера Джексона. И ещё официально в сценаристы фильма «Властелин колец» записан Питер Джексон и его жена с 1987 года Фрэн Уолш, которая также и сценаристкой записана ко всем его предыдущим фильмам, то есть до «Властелина колец» с 1987 года и ко всем последующим фильмам после «Властелина колец». Официально она записана сценаристкой, но ни одно интервью, ни к одному фильму, включая «Властелин колец», она ни разу не дала. Также она записана как режиссёр второй съёмочной группы в фильме «Властелина колец. Братство кольца». Мне кажется, что просто Питер Джексон её официально записал. Возможно, действительно, она какую-то помощь оказывала в создании сценария «Властелина колец» и прочих фильмов Питера Джексона. Но в основном, я думаю, всё происходило без неё, а она просто получала денежки в семью, приносила как бы. То есть по бумагам числилась, а официальную зарплату получала. А может, я не прав. Жена Питера Джексона, Фрэн Уолш, также записала крик для призраков кольца. Они же нас голы. А когда в фильме «Властелин колец» Сэм говорит, что это самое далёкое место, до которого он доходил от дома, справа сверху можно увидеть проезжающую машину, а точнее, лишь пыль от неё вдали. Её видно только в театральной версии фильма, и на DVD и Blu-ray её уже убрали. За всю свою жизнь я никогда не уходил так далеко от дома. А образ Балрога в фильме Питера Джексона, по-моему, просто спиржен из игры «Диабло», которую на сложном уровне... Ступни для Хоббитов разрабатывались около года. Их было изготовлено огромнейшее количество, несколько тысяч, так как каждый актёр, игравший Хоббита, одевал эти ступни каждое утро. Чтобы одеть их, требовалось примерно полтора часа. И в это время актёры, которые играли Хоббитов, и на которых одевали ступни, не могли сидеть спокойно или лежать. Они должны были ровно стоять, потому что если сидеть или лежать, там ступни сгибаются и неправильно приклеиваются. Ко времени фильмов «Хоббит» эти ступни уже сделали как сапожки, и одевали они их буквально и приклеивали всего лишь 10 минут. У каждого из главных актёров, который играл Хоббита, был дублёр маленького роста и дублёр-каскадёр маленького роста. Чтобы на экране актёры, игравшие Хоббитов, казались меньше, применяли трюк «Принудительная перспектива». Когда один актёр сидит ближе к камере и кажется больше, а другой сидит дальше и кажется меньше. В фильме «Хоббит» этот трюк уже не срабатывал, из-за того, что фильм снимали в 3D. А эта съёмка двумя рядом находящимися объективами одновременно. Восемь главных актёров фильма «Властелин колец» сделали себе татуировки. Это надпись «Цифра 9» на эльфийском языке. Джон Рис Дэвис, игравший Гимли, отказался делать себе татуировку, и её сделал его дублёр. «Нет-нет-нет, не стоит. Это совершенно невозможно. Глупо спрашивать». У всех актёров татуировки в разных местах. Например, у Вига Мортенсена она на левом плече. «Судя по твоим напорёгам, видно, что ты сидел в Сибири». А Питер Джексон себе также сделал татуировку в честь «Властелина колец» и «Братства». Но у него на эльфийском написано цифра «10». «Я по воровскому закону жил, живу и буду жить». Подобные татуировки, которые объединяют актёров фильма, также сделали актёра фильма «Отряд самоубийц». У них там написано «Сквод». То есть «Отряд». Все актёры для съёмок «Властелина колец» прилетели в Новую Зеландию, чтобы в течение года сниматься в фильме. Шон Устин прилетел с женой и ребёнком. И для роли Сэм Уайза Ганжи, то есть Гэмджи, он набрал около 20 килограмм. А во время съёмок финальной сцены для первого «Властелина колец» он наступил на стекло и серьёзно порезал ступню. Его потом увезли на вертолёте в больницу. Шон Устин не знал и не слышал ничего про книгу «Властелин колец» до съёмок в фильме, но купил её, чтобы ознакомиться, когда его уже выбрали на роль. А 16-летний актёр Элайджа Вуд во время съёмок в молодёжном ужастике «Факультет» 98-го года послал свои пробы на роль Фродо в «Властелин колец». И в итоге его выбрали среди сотен или тысяч пробовавшихся на роль Фродо. Среди претендентов на роль был также и актёр Джейк Джилленхоу. «Почему ты ходишь в этом дурацком костюме кролика? Почему ты ходишь в этом дурацком костюме человека?» Сколько Элайджа Вуд получил денег за роль Фродо, неизвестно. Но одно из колец, с которым он носился в фильме, есть у него дома до сих пор. В фильме у Элайджа Вуда можно неоднократно видеть отвратительные обгрызанные ногти. «Сука, меня сейчас вырвут, я не могу! Фу, сука!» Актёр Доминик Монаган поначалу пробовался на роль Фродо, но получил роль Мэри. Во время бега на паром, когда хоббиты убегают от Назгулов, Доминик Монаган наступил на деревяшку и посадил за Нозу. Актёр Виндоус Дизель пробовался на роль Арагорна, в первый «Властелин колец». Но режиссёр Питер Джексон сказал, что не видит в нём Арагорна. «Что с ним сделаешь?» «Таких слов ещё не придумали». Роль Арагорна была предложена Николасу Кейджу, который отказался от неё. Как он сказал, он не хотел сниматься несколько лет в Новой Зеландии, а хотел уделить в это время больше времени семье. Об этом рассказал сам Николас Кейдж в 2011 году в интервью. Актёр Стюарт Таунсенд, которого выбрали на роль Арагорна и с которым даже начали снимать первый «Властелин колец», был уволен спустя 4 дня съёмок. Официальная причина в том, что он слишком молодой, но, наверное, просто не хотел для роли, был слабоват или вёл себя звёздно на съёмках, и его в итоге заменили на Вига Мортенсона, которому дали на раздумье взять роль или нет лишь несколько часов, так как съёмки уже шли и быстро была нужна замена. Он Арагорн, сын Арагорна. Его высочество – сукин сын. Вига Мортенсона на роль уговорил его 12-летний сын, который читал «Властелин колец» и был фанатом этой книги. После того, как Вига Мортенсон был утверждён на роль Арагорна, у режиссёра фильма «Властелин колец» Питера Джексона был запасной актёр в том случае, если Вига не справится с ролью. Запасной был Рассел Кроу. Как сказал Питер Джексон, Расселу послали сценарий, он его прочёл и очень заинтересовался ролью. Рассел на тот момент заканчивал сниматься в «Гладиаторе» и в принципе освобождался, но Вига справился с ролью и его не пришлось заменять на другого актёра. Актёр Вига Мортенсона, кстати, умеет говорить на семи языках. Седьмой язык – это эльфийский, который он выучил на съёмках фильма «Властелин колец». Во время съёмок в фильме он в качестве приветствия сталкивался лбом с другим лбом человека, таким образом как бы приветствуя его. Это стало привычкой и он делал это и с актёрами, и с каскадёрами так. Это приветствие, кстати, спустя годы повторили в фильме режиссёра Питера Джексона «Хоббит». Актёр Орландо Блум пробовался сначала на роль Фарамира в первый фильм «Властелин колец», но не получил эту роль. Однако ему потом перезвонили и предложили роль гораздо больше. Это была роль эльфа Леголаса, на которую его в итоге и взяли. До съёмок в фильме «Властелин колец» Орландо Блум был вегетарианцем, но то ли его уговорили в итоге, то ли он сам решил вновь есть мясо и забросил своё вегетарианство. Орландо получил за роль в первом «Властелине колец» 175 тысяч долларов и несколько месяцев тренировался стрелять из лука и физическим упражнением. Лембас. Вон с возрослому мужчине достаточно кусочка, чтобы наесться. Также на съёмках... Также на съёмках первого «Властелина колец» Орландо упал однажды с лошади и сломал ребра. Ты должен подчиняться. Актёр Джон Рис Дэвис, который играл Гимли в фильме «Властелин колец» и у которого нет кончика на левой пальце средней руки, до съёмки «Властелина колец» всех актёров собрал вместе в ресторане и за свой счёт накормил всех очень плотно. Но вся эта еда, например, у Джона Рис Дэвиса так и не отложилась, потому что во время съёмок фильма «Властелин колец» он потерял более... Ну, примерно около 30 килограмм в итоге, потому что он часто потел, бегал в обмундировании и часто ещё и бегал. В сценах боёв Джон Рис Дэвис по-настоящему всегда бил актёров почти с полной силой. А от грима у него была аллергия и его лицо опухало, чесалось и болело. На роль Гимли актёра Джона Рис Дэвиса уговорил его сын, который фанат книги «Властелин колец». Рост Джона Рис Дэвиса 176 сантиметров и он выше многих актёров «Властелина колец» и поэтому он часто сгибал ноги, чтобы быть меньше. Ну и так же, как и многих хоббитов, его снимали с другого расстояния и заменяли на дублёра маленького роста. На роль Гэндальфа пробовался актёр Бернард Хилл, который не получил роль Гэндальфа, но его позже взяли на роль короля Теодена во вторую часть «Властелина колец». А Найджел Хоторн, чья фамилия переводится как «Боярышник», отказался от роли Гэндальфа, потому что был уже болен. Найджел умер в декабре 2001 года. Ещё Энтони Хопкинс отказался от роли Гэндальфа, Кристофер Пламор, умерший в феврале 2021, и Шон Коннери, умерший в октябре 2020, отказались от роли Гэндальфа. Меня зовут Лох, Джеймс. Шон Коннери сказал, что не понимает «Властелин колец» и не любит фэнтези. Также он сказал, что не хотел сниматься несколько лет в Новой Зеландии. Хотя ему для роли Гэндальфа предлагали по 10 миллионов за каждый фильм, в котором он снимется. В итоге эта ошибочка и отказ от роли Гэндальфа стоила Шону Коннери около, точнее, более 400 миллионов долларов, по слухам, которые получил в итоге Иэн Маккеллен за роль Гэндальфа. Это проценты с продаж, прямые зарплата за роль, процент с прибыли фильма и прочие всякие бонусы. Кстати, про избранную фильмографию Шона Коннери, немного про Джеймса Бонда и про все прочие фильмы. Есть ролик в описании, если кто пропустил и кому интересна фильмография Шона Коннери, может посмотреть потом ее. Мистер Бонд, мне нужен ваш анализ мочи. Наполните этот стакан, пожалуйста. Отсюда? Также от роли Гэндальфа отказался актер Патрик Стюарт, известный нам по роли профессора Ксавье в «Людях Икс, Игрек и Краткое». Также, по слухам, актер Сэм Нилл рассматривался на роль Гэндальфа. Как верно? На роль Гэндальфа был выбран актер Иэн Маккеллен, который придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, и он носил накладку на нос на протяжении всех фильмов «Властелина колец» в роли Гэндальфа. Это сделали так, как из-за обилия волос на лице и голове Гэндальфа все черты актера Иэна Маккеллена стали менее выразительны. Во время съемок Иэн Маккеллен ударился сильно головой в доме Бильбо. Актер Иэн Холм, сыгравший Дильду Бэггинса, ранее озвучивал Бильбо в радиопостановке «Властелин колец» 1981 года. На роль Сарумана поначалу рассматривались актеры Тим Карри, Джереми Айронс и прочие, но в итоге ее получил 79-летний актер Кристофер Ли, который сначала пробовался на роль Гэндальфа, но так как был слишком стар и не мог уже активно сниматься, получил роль поменьше, а именно роль Сарумана. Актер Кристофер Ли, кстати, сыгравший Сарумана, является поклонником книги «Властелин колец» и творчества Толкина. Он стабильно раз в год читал «Властелин колец» книгу, и поэтому часто вмешивался в работу режиссера, помогал другим актерам, как произносить на том-то придуманном языке Толкина, на эльфийском и прочих языках правильно фразы, и как правильно что думал тот-то актер. В общем, он часто мешал и помогал режиссеру Питеру Джексону. Кристофер Ли, кстати, умер в 2015 году. Лиаму Нисону была предложена роль Боромира, но он от нее отказался. Также есть слух, что Брюс Уиллис рассматривался на роль Боромира, но в итоге роль Боролгина получил Шон Бин. Певица и актриса Кайли Миноук пробовалась на роль эльфийки Арван, но в итоге роль получила дочь вокалиста группы Айра Смит Стивена Тайлера, Лив Тайлер, которой было всего лишь 23 года, когда она снималась в первом «Властелине колец». Она играла эльфийку Арван, которой около 3000 лет. Ее роль была больше поначалу в фильме, и даже была секс-сцена между ней и Арагорном, по одному из ранних сценариев. Актер Алан Ховард, который был шептуном и голосом Саурона в «Кольце», умер в 2015 году в 77 лет от пневмонии. Сцена с Боромиром или Боромиром в первом «Властелине колец» и выражение стало мемом под названием «Нельзя просто взять и…» Эта речь была написана за ночь до съемок, и во время съемок на коленях у актера Шона Бина лежал листок с этим текстом, в который он подглядывал. Еще мемом стала сцена с Гэндальфом и Диабло, и смех Гэндальфа под сексофон также стала мини-мемом. Во время съемок фильма «Властелин колец» Шон Бин с несколькими другими актерами сел в вертолет, и они полетели на съемочную площадку. Но начался сильный ветер, который качал вертолет, и после этого случая Шон Бин больше никогда не садился в вертолет. И поэтому для съемок в некоторых сцен, которые предполагались на вершине снимать, он несколько часов добирался в полном обмундировании Боромира своими ногами, в то время как другие актеры садились на вертолет и за пару минут долетали до съемочной точки. Музыкант и актер Дэвид Боуи, умерший в 2016-м, хотел сыграть эльфа Элронда, но получил роль эльфа Хьюго Уивинг. Разве удивишься видящую Пифию? Это невозможно. Орки в фильме «Властелин колец» — это крайне примитивное и квадратное зло. Они просто хотят всех убить, уничтожить, завладеть всеми, и также все отрицательные персонажи в фильме «Властелин колец» — это полные какие-то уродцы, клюкастые, неприятно выглядящие, а все положительные герои — это всегда такие красавцы, супердобрые, позитивные вообще. Единственный злодей, который не клыкастый и не урод в фильме «Властелин колец» — это Саруман. И мне, кстати, непонятно, нафиг Толкин сделал звучание «Саурон» и «Саруман» в принципе вроде как похожими и одинаковыми. Когда я впервые смотрел «Властелин колец» фильм, я думал, что Саруман в итоге окажется Сауроном. Но этого не случилось, это просто так Толкин зачем-то придумал схожее звучание у этих двух злодеев. Для MTV Movie Awards был снят мини-ролик «Прикол властелина пирсинга», который вышел в 2002-м, где персонаж Джека Блэка сделал себе пирсинг головки и вставил себе кольцо в хуй. После успеха фильма «Властелин колец» в конце 2001 года в Новой Зеландии были выпущены марки, на которых были изображены персонажи фильма «Властелин колец». Поминутно теперь разберем «Властелина колец». На 2050 в первом «Властелине колец» Бильбо рассказывает про историю с троллями, которую покажут потом, спустя много лет, в фильме «Хоббит». «И они стали спорить между собой, как же им приготовить нас». «Давайте сядем на них и раздавим в лепетку». «Нужно подрумянить». «Первый луч, что он запрокрался». «И все они обратились в камень». В этой сцене, кстати, была маленькая девочка. Это дочь режиссера Питера Джексона. Она спустя годы сыграла официантку в трактире «Горцующий пони» в фильме «Хоббит. Пустошь с Мауга» 2013 года. На 28.58 во «Властелине колец», чтобы кольцо после падения не поскакало, пол сделали магнитный. Первоначальный монтаж фильма «Властелин колец. Братство кольца» был 4,5 часа. В итоге он был сокращен до театральных 2 часов 58 минут, а расширенная режиссерская версия «Братство кольца» идет примерно 3 часа 40 минут. Интересные сцены в расширенной версии «Братство кольца» были, сейчас немножко упомяну про некоторые из них. Первая из интересных удаленок – это когда во время собрания Гэндальф усмиряет Боромира, который хотел взять кольцо. «Свраклетие Сильдора». «Боромир! Боромир!» «Боромир!» Далее была любопытная удаленка, когда компашку не пускают у владения эльфов, и Гимли тут без шлема ругается на эльфа. И звучит это, как будто он сказал на русском «Ишь какой, ай нарыгал». «Ишь какой, ай дургнул!» Был далее удаленный мини-прикол про эльфийский хлеб. «Лембас, взрослому мужчине достаточно кусочка, чтобы наесться». «А ты сколько съел?» «Четыре». «И еще была любопытная удаленка, в которой выясняется, что Гимли фетишист, и просит трусы и лобковый волос Галадриэль. Он просил один волосок у Галадриэль, а она дала ему целых три. С головы, с жопы и с пизды». «Я просил один мешок на ее золотых волос. Она дала мне три». «Еще была удаленка, где Фродо и Гэндальф едут на повозки и говорят о проезжающих деревнях и домах». Примерно в 2014 году, я помню, в Москве показывался в некоторых кинотеатрах «Властелин колец» в 48 кадрах в секунду. Но я тогда так его не посмотрел, потому что этот кинотеатр, где в 48 кадрах «Властелин колец» шел, находился примерно в полутора или двух часах от моего тогдашнего места жительства. Поэтому я так и не сходил тогда на 48 кадров. Если кто смотрел фильм «Властелин колец» в 48 кадрах в секунду, напишите, каково вам было тогда смотреть этот фильм. Реально ли стоило, стоило ли это смотреть или я ничего не пропустил. Поздно! Про интересные факты о фильме «Хоббит» есть ролик в описании. Если кому интересно, загляните туда. Это был пока что первый полный разбор фильма «Властелин колец», а именно «Братство кольца». Если вам интересно про «Властелин колец» и про обзоры всех частей «Властелин колец», то напишите в комментарии, например, мне понравилось, хочу еще или что-нибудь в этом роде. Чем больше будет интереса от вас к данному ролику, тем быстрее я сделаю следующий ролик по двум крепостям. А хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает меня как положительными комментариями, так и в спонсорстве на YouTube и в патронизме на Patreon. И спасибо отдельно именно Иву Виес, Кириллу Кусанаге, Сергею Чернову, Лори Лорину, Андрону Андрону и Джеку Ньюфорну. И всем, кто остается в спонсорах на YouTube и в патронах на Patreon. Спасибо большое. Джональда Роналда Макдональда. Забыл дальше. Джона Рональда Руэлла. Джона Ройлда... Джона Рональда... Джона Рональда Руэлла. Первый фильм «Властелин конца». Забыл дальше мгновенно все. Кстати, если вам интересно, сколько платит YouTube за миллион просмотрев... Просмотрев? Когда его поймаешь, что с ним делаешь? Таких слов еще не придумали. Я отвафлю его в рот, в ж... Из ж... в рот, изо рта в ж... Первая часть фильма «Властелин колец» вышла в 2001 году и имела под заголовок «Блядство... Братство кольца». Блядь, забыл сразу. Ебаный в рот. Братство кольца сделано. Орландо Брум пробовал... Орландо Брум... Брум-брум... Брум-брум-брум-брум... Блин, Брум... В фильме это тоже упоминалось. Кольцо потяжелеет. Мой хуй легчеет. Также еще было, что Фродо во владениях эльфов познакомился... Да не блядь, он не знакомился... Брот, не мамба же.